Сказать про музей. У меня с этим музеем, лично и персонально, связано две невероятные шестивые события, которые я очень помню. Герда, оно состоялось в период оттенков, когда была выставка картин Драсстосской певели, которые во время войны попали в Антон, в переставле. Вы знаете, это было очень. Это было вообще очень счастливое время. Я тогда была вновь, что они не живут, но рядом, и в общем, приехала специально в Москву на эту высоту, и это было очень большое счастье, и другую такую же, вот такую же радость, связанную с этим музеем. Это была выставка, я не помню, это была выставка более партия, более женского партия. И, в частности, на этой выставке, как мне самая запомнилась, две картинные ренуары, как актриса Жанна Самарин, одна, которая в Эрмитаре, одна, которая здесь, присели рядом. Я не хочу сказать, что надо из Эрмитарка привести картину с этой, потому что очень. Но вот эта встреча, премьер на какое-то время, я думаю, это была счастье и для картин, и для зимы. Ну вот, а теперь не про музеи, а про науку, поскольку сейчас у нас, сейчас мы празднуем время женщин в науке. Я говорю, это время женщин в науке. Я хочу сказать, что когда-то очень давно мой большой университетский приятель, с которым я потом работала очень много лет вместе, мой очень почетный приятель, который был у меня в немалку, который я потом занимаюсь, всю жизнь занимаюсь до сих пор, он написал такие жуточные стихи. Много разных науку играть, если обыкаться без народа. Фамилия, приятель, как правило, заказать. Так вот, в науке действительно есть очень много путей разных направлений. И наука оказывается интересна в каждом из этих направлений. Вот, не первый раз 10 человек, а первый раз 5, а потом всегда 10, получают время. В общем, они всегда отражают разные направления науке, разные части науке, разные народы, которые они хотят. И они все очень активно занимаются и получают удовольствие от этого занятия. И дали очень много для науку. Но мне хочется сказать, что у этих ворот всегда есть проводники. Наши учителя, которые провели нас через эти, так сказать, пошли на науку. И я хочу сегодня передать, поблагодарить и поздравить не только лауреатов, но и учителей. Я думаю, что это правильно. Ну, и я говорила о музее, о науке, теперь о женщине. Вот, все-таки премия женщины науки, она имеет, ну, какую-то свою специфику. И вчера я встретила за ужином с нашими павриатиками. И они встретились тоже только вчера, но за ужин ушел какой-то общий разговор. И мне очень понравились тематики этого разговора, фактически, было две основные темы. Одна основная тема была не непосредственно о науке, а даже о деятельности, о том, что развивается. Ну, потому что это разное направление, довольно трудно говорить, как я знаю. Она оборганизуется в сборной части науке. То есть о радах, отчетах, радах, которым надо, так сказать, преодоление тех правил, которые и того распорядка действий, которые нам задают, домированные отчеты, которые не всегда так, кажется, мне продуманы. Ну, вот это была одна такая научная часть. И все... Татьяна Васильевна, про вторую часть догадывается, что за тема была? Что-нибудь про личную жизнь? Вторая часть. Вторая часть была про детей. Про детей. Вторая часть была про детей. И она была замечательной темой, и очень хорошая тема про детей. И я думаю, что необходимость и желательность, и счастье плененькая женщина состоит в том, что женщина не всегда очень хорошая. Потому что... Потому что... Вот я... Самую-то сложную картину, которую я сейчас показываю. Картину такого... Израильского скульптора «Малой формы» в Мейстона, где изображена женщина, которая встанет на движущейся доске, стремится... Впереди у нее парфет, здесь у нее ребенок, где-то у нее там пакон, и все самое лучшее. Вот это время учитывает такие трудности женщины, помогает им дополнительно пройти через эти... Через эту часть. Ну, где, если вы уже хотите, я хочу поздравить всех, которые у меня в зале сейчас седьмой, и поэтому нельзя сказать, что они у меня все просили. Это подворенное. И я хочу пожелать всем такого же вовлечения от народа, такого же интересного и такого же счастья, которое под от народа, как я имею в виду.